Всем здравствуйте! Сегодня уже новый день, мы опять находимся на территории Sowellmash и сегодня у нас очень интересный сюжет, который мы сняли для официального канала двигателя Дойнова. Собственно, данный двигатель сотого габарита, переоборудованный по технологии Славянка, если кто-то не знает как это работает, то стандартные обмотки из него выкидываются и заменяются на модернизированные совмещенные обмотки. Так вот, в этом видео, которое мы сегодня снимали, мы наглядно показали, что бывает, если кто-то сэкономил на меди и использовал не расчетное количество, а значительно меньше. Об этом нам любезно рассказал наш ведущий инженер Игорь Корхов, поэтому обязательно посмотрите это видео, если вы еще не видели. Но, собственно, наши будни рабочие продолжаются. На территории Sowellmash каждый день есть что-то новое и интересное. И скоро мы покажем вам, что же такое машина Эпштейна. Уже совсем скоро, не переключайтесь. Значит, для изучения и измерения свойств характеристик электротехнической стали, сталь нарезается вот на такие образцы и помещается внутрь соленоидов, которые вот у нас устанавливаны на вот этом аппарате, можно его снять покрупнее, называемый аппарат Эпштейна. Он состоит из четырех соленоидов, внутрь которых вставляются наши пластины и образуют таким образом замкнутый сердечник. Вот эти соленоиды намагничивают нашу сталь. И со вторичных обмоток этих соленоидов сигнал поступает на вот такой наш лабораторный комплекс, который с помощью программного обеспечения можно посмотреть. Вот так оно выглядит. Здесь выбираются программы, какие нам необходимы. Вот, например, мы можем построить график начальной магнитной проницаемости. Позволяет нам строить характеристики. Например, получить петлю гистерезиса или основную кривую намагничивания. Вот. Мы можем намагнитить сталь до определенного состояния, размагнитить ее, узнать начальную магнитную проницаемость. Сталь, предназначенная для намотки статоров, для производства рот, араторов. Это вот специальная электротехническая сталь марки 2412. Ну, кроме того, нам эта установка, это устройство, прибор этот очень поможет во входном контроле. При закупке стали, прежде чем пускать ее в производство, необходимо будет проверить ее характеристики. Это так называемый входной контроль. Нарезается сталь вот на такие полосы, вставляется и смотрим ее характеристики. Ну, кроме того, эти характеристики нам необходимы для того, чтобы ставить их, подставлять их в программное обеспечение для расчета, которым занимается Евгений Дуюнов. Вот. Для того, чтобы результаты вычислений были более повторимы у нас в железе, когда мы будем уже это делать. Так. А также полным ходом продолжается подготовка к вводу в эксплуатацию обмоточного участка. Были полностью завершены ремонтные работы, идет монтаж оборудования. А это значит, что все оборудование, задействованное для обмоточных работ, переезжает на свое законное место, освобождая при этом пространство на опытном участке и в литейный, что в свою очередь позволит более рационально использовать рабочее пространство и занять его профильным оборудованием. Обязательно подписывайтесь на наш канал и оставайтесь в курсе всех последних событий савелмаш. До новых встреч!